Всем привет, меня зовут Олег, я работаю в команде ULU, тружусь в команде двоопс инженеров, которые отвечают за полезные практики и инфраструктуру DevContour. Вот он я. Я немножко расскажу стартово-выдуманную историю, потом мы потихоньку перейдем к вполне реальным болям, с которыми, наверное, каждый человек в файлоуде сталкивался. Как-то разработчик, назовем его Олег, чтобы никто не обиделся, написал небольшой интернет-магазин. Все было относительно неплохо. Это небольшой интернет-магазин, на него был настроен сразу какой-то базовый мониторинг. Это хост-трекер, который чекал доступность ресурсов с разных точек мира. Наверняка это Zabix, который снимал железные метрики сервера. Ну и, может быть, это Google-аналитика, которая чекала количество гомеров на сайте. Все было неплохо, так как интернет-магазин был небольшой, посещаемость была небольшая, примерно 3 гомера в час. Все крутилось на одном сервере, на нем был базовый ламп, ну и кто-то что-то периодически покупал. Все проблемы, которые возникали, можно было пролечить простым ребутом и сильно-то не заморачиваться с этим делом. Требования к доступности были лайтовые. Интернет-магазин мог около 6 часов лежать и никого это сильно не парило. Что-то даун-тайм, нет такого слова. Но время шло, мы потихоньку из какой-то выдуманной ситуации перемещаемся к вполне реальным болям. Собственно, теперь у нас не интернет-магазин, а Marketplace с хайлоудом. Сток RPS, соответственно, большая раздутая инфраструктура, это кубер с контейнерами, где-то монолиты крутятся на вполне физических серверах, там бас-данных и прочее. Вот. Появилась команда саппорта, так как от пользователей поступают определенные жалобы, эти жалобы надо как-то обрабатывать. Пользователь приходит к саппорту с выражением сайт не работает, саппорт не знает, что с этим делать, идет к разработчикам. Разработчик, как правило, говорит, локально у меня все работает. Вот. Ну, соответственно, когда сервис сложился, грепт-логи стало тяженько, так как одно дело делать это на одном сервере, зашел по SSH, грепнул все, что надо, с логов и джинкс, и с сервиса, и так далее. Вот. Когда у тебя 100 и больше сервисов, кубернейтс, это сбегать с SSH и грепт-логи достаточно непросто. Вот. Соответственно, так как ресурс вырос, у него стал достаточно сложный флоу, то есть выражение сайт не работает, это уже означает не фактическую пятисотку в браузере, а какой-то нерабочий поломанный функционал, который так просто проверками хострекера или прочими базовыми проверками мониторинга отловить достаточно сложно. Вот. Ну, и, соответственно, такие ситуации стал дебажить намного трудозатратнее, сложнее, так как пользователь, как правило, никаких вводных данных со своим кейсом не предоставляет. Чаще всего это просто выражение сайт не работает, и все тут. А дальше чинить как хотите. Вот. Что можно, собственно, с этим делом сделать? Логи, чтобы не лежали мертвым грузом на диске, можно их полезно обрабатывать и на базе этого строить определенный мониторинг. Вот. Собственно, централизованно собираем логи со всех уголков нашей инфраструктуры, с куберов, с определенных сервисов, написанных на баш, питоне, почтом CAD, с веб-серверов, с баз данных и прочее, прочее, прочее. Ну, соответственно, логи в своем базовом исполнении они могут выглядеть очень по-разному. Кто-то пишет дикие джавстик трейсы. Логи кликауса можно посмотреть для того, чтобы ничего не понять. Вот. Поэтому логи нужно определенным образом причесать, чтобы они были более-менее читабельные. Вот. Собственно, даем к собранным логам в общее хранилище доступ к команде поддержки для того, чтобы команда поддержка могла конкретно разобраться с кейсом пользователя, у которого что-то не работает, собрать всю нужную информацию с ссылками на логи, приложенными, и далее оформить это в баг разработчику. Вот. Ну и, соответственно, нужно дать доступ команде разработки для того, чтобы они могли этот баг быстренько воспроизвести, разобраться, в чем была проблема, и пофиксить. Вот. Ну и на основе всех собранных данных можно строить как трендовый мониторинг, так и оперативный алертинг. Трендовый мониторинг помогает видеть, как сайт себя чувствует в тенденции, как чувствовал до этого. Это можно красиво в графике в графа не забабахать. Оперативный мониторинг, ну, например, можно использовать Zabbix. Вот. Ну и потихоньку все эти мечты об исправлении можно привести по большей части в реальность с помощью определенных инструментов. Для сбора логов со всей инфраструктуры можно использовать файлбиты. Они достаточно просты в настройке, у них большая документация, работают быстро, ну, плюс они не требовательны к ресурсам. Для фильтрации и обогащения собранных логов можно использовать Logstash. У Logstash большой набор плагинов, на все случаи жизни практически. Вот. Достаточно большое комьюнити, что позволяет возникающие проблемы, в источнике возникающей проблемы достаточно быстро разобраться. Он легко масштабируется под большие нагрузки и относительно надежен, если его правильно готовить. Для хранения логов, конечно же, Elasticsearch. Самый модный, молодежный, популярный. Он работает достаточно быстро, у него есть полнотекстный поиск. Он легко масштабируется под большие нагрузки, держит большие нагрузки, если кластер правильно собран. И у него есть потрясающий API, с которым можно интегрировать все что угодно, в том числе и Zabbix. Ну, для поиска визуализации будем использовать сначала Kibana. У нее удобные фильтры, быстрый и гибкий поиск по логам, которые в Elasticsearch хранятся, полнотекстные в том числе. Плюс с недавних версий у нее есть возможность строить борды, отчетчики, аналитику выгружать и прочее, прочее, прочее. Шикарный комбайн на самом деле. Ну, плюс у нее есть API для интеграции, например, когда вам надо 100-200 пользователей за раз завести в веб-форумах, так где-то можно устать. Вот. Ну, и для трендовой визуализации это будет, конечно, потрясающая графана. Там все красиво, она легко осваивается, у нее есть интеграция со всеми основными популярными хранилищами, вплоть до того, что можно из базы данных данные селектить и раскладывать на графике красиво. У нее есть множество плагинов и достаточно широкая комьюнити. Плюс у нее из коробки есть алертинг. Вот. Ну, собственно, так выглядит простая, наверное, базовая схема в использовании Elasticsearch. Файлбиты отовсюду собирают логи, Logstash обрабатывает, пишет Elasticsearch. К Elasticsearch уже подключается Kibana, Grafana и Zabbix, если вы его используете для оперативного алертинга. Вот. Ну, уже схема посложнее. Заточенная под Highload. Перед Logstash добавляется Kafka для того, чтобы выстраивать очереди. Добавляется у нас балансировщик для того, чтобы можно было расширять ноды Elasticsearch. Вот. Ну, и больше не сенсов Kibana, разумеется, когда пользователей много и поиска много. Ну, Elasticsearch, конечно, шикарный инструмент и весь так ELK, а ныне Elasticstack. Ну, вот. Но это не серебряная пуля. У него есть свои определенные подводные камни. Сейчас немножко о них расскажу. Особенности, с которыми лично столкнулся. У Filebit, наверное, был в свое время самый распространенный кейс. Это когда, скажем, web-сервер Nginx пишет свои логи файлик, Filebit его читает. Затем приходит LogRotate. Он ротирует файл лога Nginx, а Filebit продолжает держать его дескриптор. Таким образом может создаться ситуация, когда у файлов физически уже на диске нету, а Filebit по-прежнему держит его дескриптор. Тем самым не высвобождает место в файловой системе. Вот. Собственно, если не знать, куда копать, можно на этом словить много боли. Вот. Фиксится проблем достаточно легко. На самом деле, достаточно в конфиге Filebit указать три дополнительных параметра, которые закрывают неактивные файлы, удаленные и переименованные. Вот. Собственно, с этим боль проходит. Logstash. Немножко расскажу о Logstash. Logstash работает пайпланами. Пайплан, как правило, состоит из трех секций. Это input, фильтр, output. Ну и надо понимать, что пайпланы Logstash работают батчами, пачками. То есть, принимает определенное количество записей, аккумулирует их и начинает обработку. Вот. Так, собственно, выглядит простейшая конфигурация Logstash. Это input port для файл бита. Это фильтр, который выполняет определенную модификацию поступающих в него записей. Ну и output уже пишет в хранилище, то есть в Lasticsearch. Что может пойти не так с Logstash? Собственно, наверное, эта схема сейчас очевидная, но это она очевидная, когда я ее уже нарисовал. А когда у тебя возникает проблема во время годовой распродажи, которая половина годового бюджета приносит, а у тебя логи на 30 минут отстают, и ты не понимаешь, что происходит. Вот. Это не так очевидно. Собственно, после этого эта схема и была нарисована. Что здесь происходит? В данном случае у нас у Logstash конвейер обработки данных построен следующим образом. У него есть main payplan, который отвечает за чтение данных в данном случае из Kafka. Он читает эти данные, определенным образом обрабатывает их фильтром, то есть добавляет какие-то служебные поля для более структурированного вида их, передавая в пайпланы назначения. Пайпланы назначения забирают эти данные и записывают их в Elasticsearch силевой индекс. Вот. Что может пойти не так? Собственно, как я упомянул ранее, Logstash работает батчами, и, соответственно, когда нагрузка возрастает, распродажа, высокий трафик, логов становится сильно больше, а main payplan работает статичным батчем, например, в 125 записей. Если логи становятся больше по объему, если их становится, в общем, больше по количеству, случается такая ситуация, что пайпланы целевые, которые обрабатывают конкретный лог и записывают его в Elasticsearch, ждут того момента, когда main input обработает эти данные и передаст им дальше. Вот. А так как один входящий плагин работает маленьким батчем, получается, весь Logstash простаивает через это бутылочное горлышко. Вот. Но, собственно, самое очевидное, что здесь можно сделать, это разделить входящие пайпланы, например, добавить на каждый топик Kafka свой входящий пайплан, который будет дальше передавать в пайпланы назначения. Вот. Это схема конвейера обработки логов. Logstash вполне жизнеспособна на высоких нагрузках до 700 гигабайт в сутки. Вот. Elasticsearch. Все в нем прекрасно, если знать, как готовить. Пока он в стоковой конфигурации, объем данных у вас небольшой, он работает просто прекрасно. Только индексы успевать почищать. Как только данных становится больше, могут возникнуть определенные проблемы. Сейчас немножко о них расскажу. Вот. Надо понимать, у Elasticsearch есть индекс. Это эфемерная сущность. Индекс дробится на физические шарды, которые распределяются по нодам. В шард записывается информация. Есть два типа шардов. Это primary и реплика. В primary данные пишутся. Реплика, по большей части, для чтения и отказа устойчивости используется. Вот. Ну и, собственно, Elasticsearch — это GVM-приложение. И у него есть выделенная хип-память для работы с GVM-машиной. Вот. Когда данных становится много, у нас уже, скажем, становится достаточно много индексов с данными. И, соответственно, у нас становится много шардов, которые хранятся на нодах Elasticsearch. И если не брать во внимание, а, как правило, никто не берет во внимание этот факт, пока не случается беда, рассчитывать количество шардов на ноду, нужно по формуле 20 шардов на 1 гигабайт выделенного хипа. Соответственно, если на дата ноде Elasticsearch 4 гигабайта памяти, мы можем позволить себе только 80 шардов на ноду. Если шардов на ноде будет размещаться больше, может возникнуть ситуация. Если кратко, суть ее заключается примерно в том, что Elasticsearch все свои шарды держит в памяти. Чем больше шардов в памяти, тем больше ее потребляется. Когда потребление хип-памяти подходит к определенному проценту триггера сработки грабочкой электры, это 75%, ну, по дефолту, можно и больше, и меньше поставить. Так как Elasticsearch в живом приложении, у него случается такая ситуация, которая называется Stop the World, или Full GC, который замораживает полностью инстансы Elasticsearch и начинает вычищать всю память под откос. Чем это чревато? В этот момент нода Elasticsearch полностью уходит в себя. Ее живой инстанс полностью заморожен, она не отвечает ни на какие запросы, она не пишет в себя данные. Если это большой кластер, это может сопровождаться тем, что ноды начинают вываливаться из кластера по таймауту, потому что не отвечают на запросы мастера. Собственно, самый простой способ, как это лечить, стараться придерживаться правилам, касаемым шардов. То есть это 20 шардов на 1 гигабайт хипа. Ну и по возможности группировать все свои логи в индексу по типу данных, чтобы не раздувать количество этих индексов. Так, ну, немножко про подводные камни кибаны графаны. Графана вообще просто конфетка сказать даже нечего, она потрясающая. Разве что, единственное, что лично сталкивалось, что в ней было некрасиво, так это то, что нельзя под директорией создавать для размещения дешбордов. Все остальное просто прекрасно. Что касается кибаны, у кибаны был замечен один такой баг. На текущий момент, насколько я помню, его до сих пор не пофиксили. Связан он был с тем, что у Node.js кибаны случается утечка памяти. То есть, скажем, вы выделили 1 гигабайт подработки кибаны. Она у вас спокойно работает на 400-500 мегабайтах и больше не требует. Но в один прекрасный момент у нее потихоньку начинает отъедаться память лесенкой, пока она не доходит до своего предела. Инстанс падает. Пробовал лечить эту боль различными способами. Например, ограничивать размер старой коллекции памяти Node.js, чтобы грабочный коллектор чаще срабатывал. Но, к сожалению, помогло только решение с тем, что закидать ее ресурсами. То есть, добавить ей в два раза больше памяти, чем она отъедает в пике. Ну, собственно, это я описал сейчас талонность так и ЛК. Ну, плюс, возможно, у конфигурации под высокую нагрузку. В принципе, есть еще другие различные решения для выполнения задач по сбору, хранению, визуализации логов. Как альтернативу для сбора логов можно использовать FluentBit. Пока объем читаемых логов небольшой, он работает прекрасно. Как только объем этих логов возрастает, FluentBit, собственно, требует более тонкой настройки конфигурации. Например, размера чанков, размера буферов и их сброса. FluentBit можно использовать для обработки вместо LogStash. Он имеет те же самые болячки, ну, с моей точки зрения, как и FluentBit. То же самое работает прекрасно, пока объем передаваемых через него данных небольшой. Как только он становится большим, возникают проблемы. Нужно более тонко настраивать конфигурацию и понимать, как это делать. Про Sphinx слышу, что прикольно от Яндекса, но лично не пробовал. Вот. Ну, и для хранения визуализации есть GrayLock. Про него ничего плохого сказать не могу, даже не трогал. Есть графа на Локи. Тоже прекрасное решение, но в высоких нагрузках я его не испытывал, зная, что Локи не умеет в полнотекстный поиск. Плюс его сложно масштабировать под большой объем логов. Вот. Но касательно Локи я на самом деле думаю, что просто нужно было больше времени, чтобы с ним разобраться. Вот. У меня, собственно, все. Спасибо за внимание. Класс. Олег, спасибо большое за такой подробный рассказ. Я надеюсь, что все записали несколько правильных ключевых слов. Ну, и в целом я очень активно жду от вас вашей истории. Запилила опрос по поводу того, так ли на самом деле графана идеально, как ты о ней сказал. Очень рассчитываю получить парочку cool stories про то, что на самом деле все навернулось и было кошмарно неудобно. Мне кажется, что все-таки не бывает настолько идеальных инструментов, которые прям вот для всех и всегда работают. Я чувствую какой-то подвох. Да нет, конечно, нет. Просто яблоко на голову не падало еще с графаной. Ну, да, тоже само по себе очень весело. Имя лидеров по количеству вопросов теперь перехватывают у нас Алексея. Поэтому вопрос от Алексея Макарова. Почему выбор пал на Кавку, а не на Рэббит? На самом деле был выбор между Рэббитом, Кавкой и третий брокер был. Честно говоря, название уже не вспомню. По большей части экспертизы по Кавке была больше, документации в связках работы логстэш с Кавкой было больше, поэтому была протестирована и выбрана Кавка. Рэббит тестили, но до релиза так не дошло. Прикольно. Герман спрашивает, чем вы собираете логи с Кубера? Файл биты, ставится на ноды, читает из-за аут. Звучит эффективно. Игорь спрашивает, не смотрели на решения ваших же коллег по цеху внутри ВК, видимо из ВКонтакте, на тот же, например, Китенхаус, видимо, прокачанная версия Кликхауса тоже. Честно говоря, даже не слышал. Ну, вот всегда есть какие-то варианты самодельных решений с разной степенью эффективности. Я познакомлю тебя. Какой уровень хранения логов? Сколько храните и, главное, сколько места все это занимает? По конфигурации хранили, как правило, месяц у нас был на хот-нодах. Чуть больше месяца, по-моему, месяца-две недели суммарно с хот-нодами. Затем это все переносилось в Snap S3. Суммарно это занимало около 19 терабайт, не считая Snap S3. Это бездонное хранилище, поэтому там не считали. Но это, кажется, не супермного. Да, нет, конечно. Можно было и больше, но зачем? Прикольно, звучит достаточно эффективно. В чем разница юзкейсов Кибана и Графана? И раз Графана идеальная, зачем вообще нужна тогда Кибана? Почему тратите время на содержание и поддержку, разработку обеих тулов? Что касается Графана, во-первых, красивая визуализация, которую очень любят аналитики. Во-вторых, у нее есть встроенные триггеры. В Кибане, в платной версии, конечно, тоже можно alert-менеджер прикрутить, но во фрешной версии его нет. Вот. Кибана больше заточен инструмент под полнотекстный поиск и поиск с фильтрами. А сейчас уже на текущий момент на Кибане можно тоже строить борды. Ну, ничуть не хуже бы не сказал, но тоже неплохие борды, как в Графане по трендам. Но Графан пока с этим вопросом справляется намного лучше. Возможно, когда-нибудь откажемся от Графаны. Но только не сейчас. Меня никто не спрашивал, но я тоже расскажу. У меня какое-то время датчик СУ-2 был подключен к Графане и показывал графики того, пора ли уже в кабинете открыть окошко. Очень удобно справятся все, даже не разработчики. Я вам очень советую. В плане такого нет. Ну, вообще, ни с чем не сравнится. Еще интересные вопросы, но тут много незнакомых мне терминов. Тебе придется пояснить так, чтобы даже я поняла. Что насчет Локи, Виктории и Инфлакс? Пробовали ли еще и такие инструменты? Как ощущения? Как сказал, Локи пробовал. По поводу Инфлюкс-дб для хранения логов по большей части не пробовал. Слышал про Викторию, Викторию, Виктория. Что-то знакомое, честно говоря, но тоже не касался. Как тебе кажется, технологии обычно используются те, которые уже исторически сложились? Или на самом деле, придя в команду в новом, может быть, продукте, в принципе, можно достаточно безболезненно переехать на более классные, может быть, стек технологии инструментов, чтобы все было по красоте? Ну, опять же, под каждую задачу нужен свой инструмент. Нужно понимать, какую задачу вы этим инструментом будете решать. Соответственно, Локи хорош, но если вам не нужен полнотекстный поиск, например, вам нужен оперативный алертинг по лейблам, тогда Локи просто вишенка на торте. Эластик с этим сложнее, он требует куда больше ресурсов, и чем больше кластеров, он требует больше экспертизы на его поддержку. Соответственно, в новой команде, если есть какой-то новый проект, стоит рассмотреть все возможные решения для сбора логов. Если какие-то больше подходят, какие-то меньше, ну, как минимум стоит составить все плюс-минусы. Пробовали ли OpenDistro для Elasticsearch? Только слышал, не пробовал. Ой, тогда мы, Сергей, мы очень ждем, что вы поделитесь вашим опытом. Может быть, это как раз позволит ребятам еще более классно следить за своими логами и мониторингами. Увидела у одного из продуктов, который ты как аналоги приводил, подпись «Как Прометеос, только для логов». Что за Прометеос? Пользовались ли вы сами Прометеосом? Да, конечно. Ну, так как у нас есть кубер, у нас есть Прометеос, который метрики собирает из него, и на его базе строится тоже определенный мониторинг по железным метрикам. Вот. Собственно, почему Локи как Прометеос? Потому что как Прометеос Локи работает, по большей части, по лейблам, и поиск у него соответствующим образом работает. По большей части Локи, как и Прометеос, это потрясающие инструменты, интегрированные в кубер. Разумеется, их можно использовать и для других целей, но в первую очередь они прекрасно работают именно с этими задачами. Класс. И я нашла вопрос, который, как мне кажется, сейчас очень красиво завершит серию вопросов к тебе. Точнее, это даже не вопрос, а комментарий. Говорят, графаны действительно идеальны у всех версий графаны, видимо, после шестой. Там даже есть папки, в которые можно все удобно объединять. Так что ни одного недостатка графаны обнаружено не было. Продолжайте присылать нам ваши идеи того, в чем графаны может быть не идеальны. И наверняка кто-нибудь другой из участников нашего чата нашего метапа сможет рассказать, что на самом деле это тоже появилось в новой версии. Так что главное, держите весь софт вовремя обновленным. Спасибо большое, Олег. Мне кажется, что получилось очень интересно. Я надеюсь. И мы получили много классных вопросов. Я очень рада тому, как все активно подключаются.